Всем добрый день! Я немного волнуюсь, поэтому мне нужно от вас такой мощный получить фидбэк. Давайте очень мощно поаплодируем друг другу. Во! Во, вот это я понимаю. Меня зовут Максим Язиков. Я являюсь генеральным директором ООО «Просто Космос», который, как уже сказали, входит в состав Elon Communications. Мы занимаемся развитием мерча в рознице и в B2B-сегменте. Я конкретно занимаюсь розницей. Я пришел в проект, и мне достался проект «Космо Мерч». Это уникальная коллаборация в объединении с госкорпорацией Роскосмосом, созданная в 2011 году. Мы выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную 60-летию первого полета человека в космос. «Космо Мерч» — это такой некий аналог NASA, только в российском формате, которого вообще еще тогда, когда мы его выпускали, не было на российском рынке. У нас это 10 коллекций и более 150 SKU одежды и аксессуаров. Мы решили нарушить все каноны по созданию мерча, когда это просто взяли логотип и нанесли его на толстовку или футболку. Мы закладывали в каждую коллекцию свое философия, свое видение и свое представление. Так получились вот эти 10 уникальных и очень крутых коллекций, и они будут дальше еще пополняться. Придя в компанию, я провел хорошее исследование. Сразу всегда погружаюсь в аналитику, мне всегда интересны цифры. Но я такой человек ненасытный, мне этих цифр не хватило. Естественно, мы провели дополнительные исследования по целевой аудитории и по аудитории, которые интересуются категории одежды, аксессуары и обувь. Наверняка предприниматели, которые связаны с этой категорией, есть, им будет тоже интересно. Хочу поделиться с вами результатами исследований. 27% нашей аудитории совершают покупки раз в 2-3 месяца. 51% анализируют цены на других площадках перед покупкой. То есть, например, если они зашли на сайт, половина уходит, чтобы еще посмотреть их на других площадках. 53% совершили первое касание с брендом по рекламе в социальных сетях. То есть, она сознают из рекламы. 82% важна быстрая доставка. Быструю доставку оценили в течение 2-3 дней. И оперативный ответ менеджера. Его оценивают 5-10 минут. И еще одно мощное исследование, которым я горжусь и результатами которого я хочу поделиться. Это количество касаний. Это конкретно по нашей нише. У вас оно может быть другое. Например, у меня есть коллеги из нижнего белья. У них 14 касаний. Это количество касаний от первого знакомства до покупки клиента. Почему это важно, сейчас я вам расскажу. Итак, первое касание. Клиент знакомится с брендом. Например, о нас узнали в соцсетях через рекламу. Далее второе касание. Клиент заходит на сайт, изучает его историю, изучает каталог, изучает все, что он может найти на этом сайте. Далее он пробивает обязательную информацию в поисковиках, социальных сетях и геосервисах. Потом анализирует отзывы. Это вообще обязательный шаг для многих. Далее ищет оффлайн-розницу. Если ее нет, они объясняли это тем, что хотят пощупать текстиль руками. Потом они ищут бренд на других каналах продаж. Например, на маркетплейсах чаще всего уходят с целью поиска выгодной цены для клиента. Следующий шаг, следующее касание. Ищут промокоды на различных промокодных площадках. Также интересуются акциями и спецпредложениями. И финальные уже только принимают решение, восьмое касание, о покупке о его месте. Данный путь в среднем занимает 2-3 недели. Какой вывод мы можем и с вами из этого сделать? Бизнес должен встретить радушно на каждом этапе касания своего клиента. И быть там а, представленным, и б, то есть должен вести там свою историю, свою деятельность. То есть если отзывы, обязательно следим за отзывами. Если это соцсети, обязательно введем на соцсети, ничего нового не расскажу. Но бизнесу выгодно сократить этот срок, потому что от первого касания это слишком много. Как можно сократить срок? Например, мы на сайт интегрировали отзывы с Яндекс.Карт. И человек, сразу переходя на сайт, может увидеть, что отзывы сразу транслируются с Яндекс.Карт. То есть ему уже нет нужды уходить на другую площадку. Тем самым мы сокращаем количество касаний и время до покупки. До моего прихода в компанию была поставлена стратегия и акцент на маркетплейсы. Я был этим ярым противником. Планировались большие самовыкупы. Наверное, наверняка все знают этот инструмент. И более того, моя боль — это когда планируется внешняя реклама на маркетплейс. Я этого вообще как маркетолог не понимаю и не буду понимать. Я, естественно, пытался этой статистикой переубедить свое руководство о такой стратегии, но у меня не получилось. Пришлось добывать еще информацию, и я пошел дальше в аналитику. Предлагаю переместиться к нам в США и рассмотреть комиссионные расходы самого популярного маркетплейса. Далее я вам объясню, почему. С 2016 года ставка по категории 30% у Амазона на расходы. Сейчас она в 2022 году уже 60%. Дальше будет расти. Вы все знаете экономическую ситуацию в мире, не только в нашей стране. И поэтому из-за напряженной ситуации обязательно будут расти цены на хранение и обязательно будут цены расти на маркетинг из-за роста количества селлеров. Не так давно на Fox News CEO компании представил… Сейчас я вам расскажу. Виохард. Вот, компания Виохард занимается созданием игрушек, которые развивают детей. У них 90% продаж на Амазон. И CEO компании поделился структурой своей продаж. И мы сейчас с вами ее рассмотрим. 44% забирает за хранением Амазон, 15% забирает себе комиссию, бизнесу остается 41%. Далее, расходы компании Виохард. Аренда составляет 50%, зарплата 14%, страховка 6%. Бизнесу остается чистая прибыль 30%. Итого, если мы все просуммируем, маркетплейс себе забирает 59%, расходы бизнеса составляют 23% и чистая прибыль бизнеса 18%. Это достаточно низко, особенно для Америки. И он объявляет о том, что они уже в принципе на грани банкротства. Возвращаемся в Россию. Ставки маркетплейсов по нашей категории на Wildberries 37%, Озон 44%, Ламода 42%. К чему я говорю и почему я провожу параллели? Все российские маркетплейсы созданы по бизнес-модели и по стратегии развития полностью под копирку американских. То есть, если мы будем подсматривать за американскими трендами и за американским развитием, мы сможем предугадывать, что нас ждет и в России. Давайте рассмотрим наш кейс, который произошел в 2023 году. Он просто повлек меня в шок. Меня Озон удивил три раза за год. Ставка 26 января на нашу категорию была 12%. То есть, это за категорию, когда мы платим комиссию. В мае они присылают уведомление о том, что комиссия уже 15%, а 15 сентября присылают, что уже 20,5%. Итог, за 9 месяцев мы получаем рост ставки на категорию плюс 71%. И я даже, мне кажется, Джо Безов был бы в шоке на самом деле. Как реагируют селлеры на повышение ставок? Естественно, они начинают повышать цены на свой продукт. Никто там не уходит работать с себестоимостью. Как правило, это идет повышение цен. Маркетплейсам повышение цен невыгодно, так как они нацелены на определенный сегмент аудитории с определенным доходом. И в результате получается бесконечный круговорот. Что происходит? Маркетплейсам необходимо искать более дешевых поставщиков. И они открывают свои каналы, как уже сделал Amazon, сейчас сделал уже Ozone и уже объявил об этом Wildberries. Они открывают доступ селлером из Китая. Это уже такая сильная достаточная угроза для бизнеса. Также какие еще риски при развитии только на маркетплейсах? Самое важное, то, о чем я постоянно говорю всем своим работодателям, и с кем я работаю, что клиентская база – это самое важное, что может быть для бизнеса. Это то, с чем вы работаете, то, из чего можно взять метрики, то, с чем можно коммуницировать и то, с чем можно управлять. Это просто золотая жила для маркетологов. Поэтому с первого дня, как только открывается бизнес, базу любыми способами, даже если вы пока только начинаете хотя бы собирать телефоны, ее необходимо собирать. Это очень важно. Если у вас, например, бизнес ведется на нескольких площадках, у вас есть сайт, вот как у нас. У нас есть и сайт, и маркетплейсы. Мы постоянно держим руку на пульсе на тему того, чтобы база сайта не перетекала на маркетплейсы. У маркетплейса есть такой хитрый функционал, он называется веб-скраппинг. Это анализ цен вашего бренда на других площадках, и за счет своих бонусов они делают цену ниже, для того, чтобы переток был к ним. И все вы прекрасно понимаете, что если переток идет к ним, или вообще клиента изначально у вас не было, а вся клиентура покупает у вас на маркетплейсах, вы теряете все данные по клиентам, и ни с кем не можете коммуницировать, вы буквально даже не можете посчитать LTV. Вывод. Какой мы можем сделать, несмотря на все эти риски? Нужно ли уходить с маркетплейсов? Я считаю, что нет, по крайней мере, не всем. Но точно нужно задуматься о том, чтобы ослабить свою зависимость от одного канала продаж и развиваться дифференцированно. Все часто говорят про омниканальность. Давайте поговорим про нее прям конкретно. Омниканальность от английского omni-channel. Это изначально маркетинговый термин. Он базово… Это такая настройка бесшовной коммуникации и интеграция всех каналов в один. Начиналось это все с чатов коммуникации. Сейчас уже это имеет определенную структуру. Делится структура на сервис, маркетинг, коммуникации и каналы продаж. Маркетинг. Существует CDP-платформы, которые объединяют у вас все каналы по email-рассылкам, SMS-рассылкам, push-рассылкам, где изучается пользовательский путь вашего клиента. Вы можете его изучать, где вы можете отправлять свои рассылки каскадом, то есть не добивать постоянно одними и теми же, например, email-ами, если человек не прочел. То есть отправляем аккуратненько. Вы собираете о нем всю базу данных, можете базу сегментировать за счет того, что у вас есть накопленный инструментарий того, чем интересуется клиент. Далее, коммуникации. Это, как правило, базовый чат в одном окне, где бы вы ни написали, всегда есть менеджер. Он может быть один, и он с любого какого-либо канала и чата не пришел бы сообщения, он отвечает в одном окне. Это очень удобно. Ну и каналы продаж — это CMS-платформы, которые помогают решать этот вопрос. У нас конкретно, например, это InSales. В нем вы можете подключить и маркетплейсы, и интернет-магазин, и даже Авито. И все ваши заказы будут падать в единое окно. То есть это такая единая система, принимающая заказы. Соответственно, в чем выгода для предпринимателя? Вам нет необходимости иметь трех менеджеров отдельно на маркетплейс, отдельно на сайт и отдельно на Авито. У вас это может делать один. Ну и сервис — это то, что все объединяет в последующем. Если у вас все каналы работают, это очень важно, потому что у вас идет очень точечная ориентация на клиента, когда он выбирает продукт. И я рекомендую, кстати, не давить на него, если он там говорит, я ухожу, я нашел более выгодные маркетплейсы. Пусть идет. Он все равно ваш, но здесь лучше уже подстраиваться под него. То есть догонять и переубеждать нет смысла. С нами поделились InSales как раз-таки данными по статистике. GMV за год у них более 15 миллионов. Трафик на наш сайт за год 350 тысяч уже составляет. Это плюс 60% прирост. И средний чек у нас 5200, это прирост плюс 24% от прошлого года. Хочу с вами поделиться результатами. Я все-таки убедил свое руководство, и мы внедрили омниканальную стратегию, начали по ней развиваться. Вот давайте начнем с перетоков. Здесь вы видите долю маркетплейсов и долю интернет-магазина. Здесь также. Это 2023 год. Смотрите, доля 58 к 42. Мы ее выравниваем, стараемся, работаем на этом. Это долгосрочная работа. 56 на 44. То есть изменение произошло на 2%, а база у нас с вами выросла с 32% до 52%. Шикарный результат. И сразу, Роме, эффективность email каналов у нас возросла в разы. По-моему, насколько я помню, в 8 раз. Следующее наше достижение, которым я горжусь, это прирост клиентской базы. В 2023 году благодаря стратегии мы добились плюс 143%. И в 2024 году на текущий момент у нас уже 64%. Прирост вернувшихся клиентов, благодаря тому, что мы увеличили базу и смогли более детально и тщательно развивать все ремаркетинговые каналы, он уже составил 73% в этом году. Роме, эффективность рекламных каналов, направленных на ретаргетинг, 163% против 32%. Какие выводы мы можем из всего этого сделать? Я призываю всех развиваться дифференцированно. Развивайте разные каналы продаж, изучайте, будьте гибкими, и тогда вам точно не страшны никакие кризисы. Всем спасибо за внимание. Макс, спасибо большое. Прилетели вопросы, которые можно отправлять через специальный QR-код. Вопрос такой. Подскажите, какими инструментами добились такого прироста вернувшихся клиентов? За счет каких механик? Значит, механика получается, это, во-первых, рост базы. Он у нас начал пополняться. Объясню, почему я делаю на этом акцент. Могу и скажу, что это никак не связано. Это связано с тем, что базу можно сегментировать. Чем больше у вас сегментации в базе, тем точечнее предложения для клиента вы можете совершать. Это первое. Второе. Мы сделали большой упор на email-рассылки. Я знаю, их многие недооценивают. Многие считают, что это вообще утрачивший, устаревший инструмент. Но мы сделали хороший акцент. Мы прокачали крутой дизайн. Мы тестировали очень многие гипотезы. Это первое. Второе. Мы начали отправлять свои коммуникации каскадом. Это что значит? Это значит, что отправляется email-рассылка. Далее сегментируется база по непрочитанным этой рассылке. И только затем отправляется, к примеру, SMS, либо push. И так сегментируется. То есть, если email-рассылку уже получил пользователь и ее прочитал, ему SMS-ка не придет. То есть, мы стараемся не доставать своих клиентов. Одна коммуникация произошла, все, достаточно. Это все вкупе дает вот такую эффективность. Ну, еще один вопрос, который нам прилетел. Будет ли просто космос масштабироваться, открывать где-то в космосе магазины, может быть? Да, мы как раз планируем на Луне. Ну, будете там первым. Пока метим туда. Спасибо большое для вашего аплодисмента. Максим Язиков, генеральный директор просто космос холдинга Elan Communications.